МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Получать настолько серьезную и актуальную для нашей страны тему я хочу назвать одну цифру. По данным Федеральной службы судебных приставов по состоянию на 3 квартала 2018 года задолженность по алиментам составляет 100 миллиардов рублей. И эта цифра только по данным, имеющимся на исполнительном производстве дел. То есть то, что официально проходит уже по судебным делам, я так понимаю. С чего складывается такая вот ситуация? Действительно, задолженность по уплате алиментов в настоящее время достаточно большая. И несмотря на те усилия, которые предпринимают со стороны государства в целях снижения такой задолженности, эта тема остается актуальной. И во многом она обусловлена трудностью ее решения, наверное, и бездействием со стороны должников, которые, получая решение о взыскании алиментов, считают, что вопрос решен, что теперь должник будет платить алименты, а должник, который до этого добровольно не платил алименты, и, соответственно, даже после вступления в силу решения суда, не платит алименты. Поэтому исполнительный лист должен быть предъявлен в службу судебных приставов для принудительного исполнения, а не храниться дома у взыскателя. Я знаю такие ситуации, и очень часто такие ситуации встречаются. Я думаю, что многие женщины меня поймут и скажут, и подтвердят мои слова. Даже если есть решение суда на руках, и даже если приставы знают, что есть долг, то не всегда ребенок может быть финансово защищен. Почему так складывается? Может быть, это все-таки несовершенство наших законов? Вы знаете, здесь могут быть различные причины сложившейся ситуации. Просто многие взыскатели не знают о тех возможностях, которые можно использовать для того, чтобы активизировать должника по плате алиментов. И прежде всего, должника можно наказать рублем. То есть можно обратиться в службу судебных приставов, рассчитать задолженность, которая сформировалась за период неплаты алиментов, за этот период также можно взыскать неустойку. Дальше можно обратиться с заявлением в службу судебных приставов об ограничении выезда должника за границу, об ограничении права управления транспортным средством. Конечно же, может быть, должник привлечен к административной ответственности. И в случаях злостного уклонения от уплаты алиментов, он может быть лишен родительских прав и может быть привлечен к уголовной ответственности. Вот что говорит закон об уплате алиментов? Давайте с самого начала. Сколько положено на одного ребенка? Семейный кодекс говорит, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Если родители уклоняются от выполнения такой обязанности, то денежные средства на содержание детей могут быть взысканы в судебном порядке. После обращения в суд взыскатель может самостоятельно выбрать тот способ взыскания алиментов, либо это отношение к доходу, долевое отношение к доходу должника. То есть на одного ребенка можно обратиться в суд взысканием 1,4 доходы, на двух детей 1,3 от дохода должника, и на трех детей и более это 1,2. В случае, если у должника отсутствует постоянное место работы, либо он часто меняет место жительства, тогда можно обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов в твердой денежной сумме. Как правило, суд взыскивает алименты в размере кратном величине прожиточного минимума для той группы населения, в отношении которой взыскиваются алименты. В данном случае в отношении ребенка такой размер на сегодняшний день составляет в Краснодарском крае чуть больше 10 тысяч. Либо также в рамках суда может быть применены два способа взыскания алиментов. Часть, допустим, в долевом отношении к доходу и часть в твердой денежной сумме. Есть механизмы взыскания алимента как в порядке приказного производства, так и в порядке искового производства. То есть самый простой механизм – это приказное производство, когда ты обращаешься в мировой суд с заявлением о выдаче судебного приказа, он в течение пяти дней рассматривается, без проведения судебного заседания, без вызова сторон. Обратиться с таким заявлением можно только в том случае, если заявляется требование о взыскании алиментов в долевом отношении к доходу, и если не имеется спора об отцовстве, то есть оспаривании, установлении отцовства материнства, либо если не затрагиваются интересы третьих лиц. Ну вот все-таки, я думаю, законодательства сейчас хотят немножко подкорректировать, чтобы эту ситуацию с астрономическим долгом все-таки как-то снизить. Что говорит сейчас поправка к закону? Я знаю, что с марта месяца корректировки просто очень плотно обсуждаются по алиментам. 7 марта 2018 года президент Российской Федерации подписал закон, предусматривающий возможность признания должника по алиментам безвестно отсутствующим. Вот этот механизм работает вообще? За полгода он хоть как-то себя оправдал? Есть случаи, в которых представители Государственного юридического бюро участвовали. В отношении граждан, которые отсутствовали, были должниками по алиментам, было принято соответствующее решение суда. Единственное, я хотела бы отметить, что не в отношении каждого должника по алиментам может быть такая процедура применена. Для того, чтобы такая возможность наступила, необходимо, чтобы совпали ситуации, связанные с тем, что информация о должнике, любые сведения должны быть получены судебным приставом более чем год назад. То есть, сначала... То есть, чтобы о должнике не было слышно ничего в соцсетях, чтобы неизвестен был его адрес, место пребывания, вообще, чтобы ничего о человеке не было известно. Взыскатель обращается с заявлением о розыске должника. Судебный пристав-исполнитель проводит мероприятие по исполнительному розыску должника по истечении года. Если в результате проведенных мероприятий должник не найден, его местонахождение не установлено, судебный пристав-исполнитель обязан уведомить должника о том, что безрезультатный исполнительный розыск и что возникает право на обращение в суд с признанием должника безвестно отсутствующим. То есть, такой механизм работает. А для чего законодательство вот таким образом решило защитить ребенка? Данный механизм после признания должника безвестно отсутствующим позволяет взыскателю обратиться в территориальные органы пенсионного фонда с заявлением о назначении пенсии по потере кормильца. То есть, те денежные средства, которые не могут быть получены от нерадивого родителя, от должника по алиментам, их начинает выплачивать государство. Эту социальную функцию осуществляет в отношении ребенка. Сейчас собираются, планируют, по крайней мере, проговаривать, что с 2019 года, возможно, будет какой-то алиментный фонд. Вот насколько он может скорректировать ситуацию? Вы знаете, эта законодательная инициатива уже достаточно давно обсуждается. За время своего обсуждения она претерпела различные изменения. Существуют подходы, связанные с тем, что такой фонд не требуется создавать, что нужно просто продолжать ужесточать меру ответственности к неплательщикам, повысить уголовную ответственность, не назначать лишение свободы до года, а назначать какие-то более суровые меры. Есть те, кто высказывается о необходимости создания такого фонда, что это своего рода гарант для защиты прав ребенка. Но каким будет закон в конечном счете, в каком форме он будет подписан, какие будут установлены критерии, условия использования этого фонда, это уже будет понятно после того, как закон будет подписан. Но нам всем понятно, что сейчас к этой теме очень пристальное внимание законотворцев, власти, собственно, и не случайно, потому что долги, конечно же, ужасны. Вот вы, общаясь с женщинами, которые к вам обращаются, чтобы защитили их права, права их ребенка, понимаете, что, может, многих нюансов в законе люди не знают, да, может быть, есть какие-то другие механизмы защитить ребенка, помимо обращения в суд, помимо, ну, вот таких вот серьезных путей, да, как искать нерадивого отца, там, или еще что-то. Может быть, какой-то есть метод, когда можно договориться? Можно, и мы всегда рекомендуем, прежде чем обращаться в суд, постараться договориться с родителем о возможном размере уплаты алиментов, о способе их уплаты, потому что нет ничего лучше, когда родители договариваются. Это в любом случае лучше и для самих родителей, и для ребенка. При этом мы всегда обращаем внимание, что все договоренности, связанные с уплатой алиментов, нужно оформлять. Такой механизм предусмотрен Семейным кодексом, это возможность заключения нотариального соглашения у нотариуса в присутствии родителей, подписывается двумя сторонами, и там как раз уже можно определить размер алиментов, их периодичность уплаты, то есть она может несколько отличаться от периодичности, это может быть не ежемесячные платежи, это может быть, например, разовые, ежеквартальные, не знаю, еженедельные платежи, но при этом законодатель четко говорит о том, что размер алиментов по нотариальному соглашению не может быть меньше того размера алиментов, который мог бы получить ребенок, если бы это дело разрешалось в судебном порядке. То есть не меньше прожиточного минимума, правильно? Если мы говорим для взыскания алиментов в твердой денежной сумме. Скажите, вот соглашение по плате алиментов через нотариуса, оно работает? Или многие потом все-таки идут с этим соглашением и все-таки обращаются в суды? В ряде случаев оно работает, оно призывает должника к порядку. Иногда нет, иногда должники какое-то время платят алименты, потом перестают. Дальше это соглашение можно спокойно предъявлять службу судебных приставов и уже по нему проводить взыскание алиментов в принудительном порядке. Спасибо большое за это интервью. Я думаю, что для многих оно было полезным. Посмотрим, что будет в 2019 году и каким образом эти законы будут ужесточены. Спасибо за информацию. Напомню, сегодня об алиментах, должниках и юридических тонкостях нам рассказал руководитель Государственного юридического бюро Краснодарского края Марина Варава. Вот таким было наше мнение. Всего доброго и до встречи на канале Кубань-24.